Робототехника, радиоэлектроника, транспорт, авиамоделирование – далеко не полный список технических направлений, которые могут изучать школьники в свободное от основной учебы время. Одним из популярных кружков в Венсплском доме творчества является автомоделирование. Популярность автомоделирования растет. В Латвии много трасс, и восстановленных, и новых, много детей занимаются. После каждого публичного мероприятия приходят ко мне и спрашивают, как, когда можно приходить в кружок на занятия. Занятия интересны тем, что за сравнительно короткий срок каждый участник может собрать собственную модель и приступить к захватывающим тренировкам. В основе – автомобиль, которую дети делают сами, своими руками. В отличие от каких-то ознакомительных тренировок, здесь у каждого своя модель. Это их инструмент. Так же, как и на настоящих автосоревнованиях, есть своя техника, и ты стараешься с ее помощью добиться успеха. Лучшие учащиеся уже с первого года обучения начинают выступать на республиканских соревнованиях. В Венсплсе проходят соревнования каждый месяц. Это этапы местного чемпионата. И дважды в год в Риге проходят республиканские чемпионаты. Чем примечательны наши соревнования? Тем, что лучшие едут в Ригу. Это их дополнительная мотивация стартовать по возможности лучше. Сейчас соревнуется старшая группа. Участников не так много, но результаты значительно лучше, чем у начинающих. А маленькие дети наблюдают, видят, к чему им стоит стремиться. Константин занимается всего полгода, но уже занимает призовые места. Я уже ездил в Ригу один раз в октябре. И как там? Хорошо. Хорошо. И как участники? Какой уровень? Ну, сильные очень. Да? Все. Ну, а так, если брать из Венсплса, то тогда второе место занялось. На занятиях ребята приобретают навыки работы с различными инструментами и материалами, развивают технические и творческие способности. Также кружок автомоделирования ориентирован на формирование логического мышления, умение анализировать и конструировать. Вы смотрели, как есть мотор. Как это? Самое главное – это мотор, потому что он заставляет все работать. Мотор с дарби. То, что нужно делать самому, нужно продумывать, как нужно меньше, где сделать чего, где больше, например, увеличить размеры, чтобы все было идеально. То есть сам делаешь машинку. Я пришел сюда, потому что мой брат давно занимался этим. Он тоже делал машинки, мне достались его две машинки и пульт. И вот я пришел, сделал свою, и вот сейчас ездил на его машинке. И кто знает, может кто-то из этих юных конструкторов в будущем изобретет новую модель автомобиля. Диана Олегнович, Индзи Жодзин, Шкурузомское телевидение.